Вести, Петербург. Регулярный полёт российских стратегических бомбардировщиков, патрулировавших нейтральные воды Атлантики, сегодня вызвал большой переполох. Вот кадры, снятые российскими пилотами из кабины. Великобритания подняла в воздух свои истребители «Тайфун» для перехвата российских воздушных судов. Видно, что пилоты НАТО спровождают наши Ту-95 на довольно близком расстоянии и в какой-то момент даже вальяжно демонстрируют свои ракеты. Посол России в Лондоне был вызван в британский МИД, хотя полёт над Ла-Маншем выполнялся в полном соответствии с международными правилами. В международном воздушном пространстве, над нейтральными водами, без нарушения границ других государств. Но чем не повод для громких заявлений, британский министр обороны Майкл Феллон тут же объявил о некой явной угрозе странам Балтии, исходящим от президента Путина. Интервью Феллона сегодня активно цитирует британская пресса. Для Европы российский лидер представляет собой столь же сильную угрозу, как исламское государство. И вывод — НАТО должна готовиться к войне. Сами страны Балтии, о ком так печётся Лондон, отреагировали с недоумением. Министр обороны Латвии Раймонд Вийонис публично не согласился с британским коллегой. На данный момент угрозы российской военной агрессии в странах Балтии, по его данным, нет. Эстония оценила проявленную заботу, но попросила Лондон не нагнетать антироссийскую истерию. Но самый конструктивный шаг сегодня сделала Турция. Окружённая реальными угрозами — это и неспокойный Ирак, и Сирия с боевиками ИГИЛ. Анкара заявила о создании своей, неинтегрированной в НАТО системы ПРО. Тендер на её производство выиграл Китай, который, в свою очередь, активно покупает технологии у Москвы. Каков современный противовоздушный щит самой России? Об этом новый фильм Аркадия Мамонтова. Уникальные кадры прямо сейчас. Американские империалисты придумали концепцию быстрого глобального удара. А что мы? Чем ответим? Ключевой элемент, создаваемый Воздушно-космической обороной России — государственный холдинг концерн ПВО «Алмаз-Антей». Он был образован в 2002 году. Именно «Алмаз-Антей» производит знаменитые комплексы С-400 «Триумф» и перспективный С-500. Бессловно, это щит. Нам необходимо показать противнику, что мы сможем защитить свои высшие звенья управления и средства ответного удара. Вот если противник это понимает, что ему не удастся нас обезглавить, противник никогда не пойдёт на конфликт. Раз в неделю российские ПВО проводят тренировки, приближённые к боевым действиям. Получена информация о начале нанесения противникам массированных ракетных авиационных ударов. Первый, второй, третий, четвёртый. Привести силы и средства в готовность номер один. Я же воин эпохи Советского Союза. Тогда ещё была программа «Гигантское копьё». Значит, удар через Северный полис. И Советский Союз тогда готовился к этому. В истории мало что нового происходит. Всё каким-то образом возвращается. Надо сказать, что американцы сегодня имеют 10 тысяч дронов. Каждый третий летательный аппарат ВВС США – это беспилотник. Там есть и маленькие, и огромные, которые несут на своём борту крылатые ракеты. Это всё оружие нападения. Приближение стран НАТО к границам Российской Федерации нужно для того, чтобы в непосредственной близости от нас развернуть свои военные базы. И в первую очередь это аэродромы базирования ударной авиации, которая может решать сегодня ход и эскорт войны. И глядя на вот эту ситуацию, то, что НАТО приближается к нашим границам, можно задать себе вопрос, а кто же развязывает на сегодняшний день новое противостояние? Зенитные ракеты нового поколения. Под этим обтекателем спрятана активная головка самонаведения. Все эти ракеты и, собственно, системы создаются в противовес концепции молниеносного глобального удара, который так старательно вынашивают в Соединённых Штатах Америки. Мы создаём в ГСКБ оружие оборонного характера. Это системы противовоздушной обороны. Они нацелены на то, чтобы защищать. И когда, конечно, создаётся такое оружие, думаешь о том, как твоя работа будет в дальнейшем, десятилетия, защищать всю твою страну. Аркадий Мамонтов. Вместе.